Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! В общем, мы Колян Платков и Лена Магадан. По-прежнему православные христиане. И в этот раз продолжение цикла прослушивания сатанинской рок-музыки. Потому что, ну, конечно, назвали же так эту музыку. Но не нравится, короче, как ее назвали. Да, не мы придумали название сатанинский рок. Это наши зрители, которые себя называют сатанистами, последователями Антона Лавея. Почему-то назвали эту музыку сатанинской. Вот эту музыку называют сатанинской. Почему-то. Но тут надо сказать, что у нас, у христиан и у поклонников Антона Лавея разные понятия про сатану. Да. В общем-то. И поэтому мы эту музыку сами для себя называем рок, в котором поднимается тема... Церковь и общество. Да. Вот первое наше видео, это мы взяли по одной песне из группы Батюшка, Бабушка и ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. И сняли на них эмоциональную реакцию. Правда, на нас почему-то заругался Ютуб и почему-то удалил наше видео. Да, но мы апелляцию подали. Вероятно, тут ему показалось нарушение авторских прав, но мы подали апелляцию и видео восстановлено. Сейчас мы будем не полностью смотреть целиком все видео, а из нескольких клипов выберем наиболее интересные творческие идеи. И наиболее неудачные тоже. Да, вот у нас будет такая подборка удачных и неудачных творческих идей рок-музыки на тему... На тему церковь и общества. И по-прежнему мы исследуем творчество уже знакомых нам групп Батюшка, Бабушка и ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. Ну, с чего начнем? Да, давай с Батюшки. Батюшка сладкий, кайфовка какая! Батюшка сладкий, кайфовка какая! Значит, это Батюшка Екатинья номер один. То есть вот здесь у Батюшки на богослужение наложена рок-музыка и видеоэффекты. А видеоэффекты там такие. Ну, огонь в неположенных местах, красные глаза у людей, причем у самых обыкновенных. Ну, тут, скажем так, то, что касается святыни, с богослужебной частью, то или горит, или оттуда валит дым, или оттуда какие-то брызги грязи. Ну, то есть такое ощущение, что как бы то, где благодать, они инвертируются знаком минус. Ну да, да, возможно. И поэтому как бы в таком виде пытаются именно себя преподнести как антихристианский рок. Да, но здесь это можно воспринять двояко. Если, конечно, какая-нибудь инфернальная сущность заходит в храм на богослужение, то все, что касается святыни и благодати, для нее будет неприятно, ее будет раздражать. Но тут еще можно это, если рассматривать с духовной точки зрения, но можно еще рассматривать с культурной точки зрения. Ну, эту тему коснулся уже писатель-фантаст Станислав Лем в своем сборнике про путешествия Иона Тихого. То есть там есть такой сюжет, когда к священнику космический путешественник приходит, священник тоже космический, и он рассказывает о своих бедах. Он там миссионерит разных инопланетян, у одних инопланетян там нет ни рук, ни ног, и вопрос, а можно ли им крестить с хвостами, а другие инопланетяне живут на очень горячей планете. И поэтому картины рая им совсем неприятны, а вот картины ада им как раз очень нравятся. Поэтому вот такая интересная тема поднята у батюшки. И с духовной точки зрения это интересно, и с культурной точки зрения интересно. Поскольку вот это рок-музыка, а не попса, то рок-музыка, он должен людей чему-то просвещать, должен нести какие-то идеи. Батюшка сладкий, кайфовка какая! Давай для разнообразия посмотрим какую-нибудь неудачную идею. Ну давай, вот какую-нибудь неудачную идею. Вот, например, ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля, наши иконы... Самые красивые! Да! Наши иконы самые красивые! Наши иконы самые красивые! Бам-бам-бам! То есть вот вроде церковная бабка крестится. Да. Ну, совершенно какие-то бестолковые движения. Машет какими-то перевернутыми вообще иконами. А вместо иконы так вообще можно все что угодно вставить. Наши цветочки самые красивые! Бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам! Ну, тут и да. Потому что если ты раскрываешь проблему, вот как рок-музыкант, ты несешь людям что-то новое, что-то интересное. То ты должен не что-то общее, а раскрыть тему. Ну, вот, например, если иконы, то... Наши иконы очень чудотворные! Или, да, очень благодатные. Наши иконы очень благодатные! А иконы, они не для того, чтобы были красивые, а для того, чтобы были как минимум благодатные и как максимум чудотворные. Совершенно верно Да, ну вот если вот так было бы Раскрывалась бы тема православной субкультуры Раскрывалась бы тема церкви Поэтому вот это как раз неудача А какой есть удачный пример? Присутствует такой персонаж по имени старуха Изергиль Прекрасно Вот это мужик переодетый Да То есть вот замечательно играет бабка Мужик конечно позитивный, креативный Но тему церковную он очень плохо знает То есть бабку изображает замечательно Но церковную бабку изобразить Не хватает предметных знаний Чтобы она у него получилась Дело в том, что Лея Она должна быть наполнена уриной Или попросту мочой То есть вот у той же Изергилии Ансамбль Христа Спасителя Вот раскрыта тема православных активистов Ну да, которым якобы Бог не указ Да, которые хулиганят, которые на митинги ходят Которые Библию не читают У них какие-то политические амбиции Это да И вот здесь как раз она вот в кожаной куртке В платке И вещает православным Бог не указ Конечно, сами православные так не говорят Но взгляд со стороны на православных активистов Кстати, я даже догадываюсь, откуда взялась кожаная куртка Ну разумеется, это же из гуманитарки Это вещи от покойников, оставшиеся в церковь, несут Старуха Изергилия Она и в бабушке будет появляться Мы к ней еще вернемся Ну вот, допустим, давай к бабушке перейдем К бабушке, да Моя любимая бабушка Я ее очень люблю Какая это песня? Это отмороженные во Христе Ого, надо же такое придумать теперь Ну, тут у них в клипе танцуют разные политики Да Там Мария Захарова танцует Ельцин танцует Принципиальный момент Иисус вне политики А здесь песня именно про общественно-политические темы Да, то есть, конечно, общество и политик Это, можно сказать, Бог дал тему для рок-музыки Но только Надо четко разделять Есть общественная организация РПЦ Ну, например Да Есть политическая сила православные активисты Есть Есть Политический деятель, например, патриарх Кирилл Есть Но Иисус Христос, он вне политики Он даже, когда жил земной жизнью Он ни одной общественно-политической проблемы Не решил В своем государстве Израиль, Ветхозаветный, не решил У него задача была Чтобы его распяли И он воскрес Он спустился в ад Там совершил некие мистические преобразования Да Что грешник Физада вывел И создал некое такое место Царство Небесное Куда праведники потом будут попадать Это точно Но он не политическая сила Никогда не был политической силой Поэтому Вы не отмороженные во Христе А вы отмороженные В РПЦ Да, то есть вот как раз вот эти купания В проруби Это Иисус Христос к ним никакого отношения не имеет Ну да Это чисто церковная русская традиция Купания в проруби То есть РПЦ к купанию в проруби Отношения имеет А Иисус Христос не имеет То же самое ко всем танцующим политикам РПЦ где-то имеет отношения Где-то не имеет отношения Ну частично Но Иисус Христос отношения не имеет никакого Идею формулируйте правильно Как бы рок-музыкант это больше чем музыкант Конечно И поэтому рок-музыкант он должен За базаром следить О, это да Это очень ответственный жанр То, что прощается по пси То не прощается Рок-музыканту Да, это точно Вот как раз неудачный пример от бабушки А давай удачный? Покажи Пожалуйста О, карантин Ну вот, например, православный карантин Который мы уже в прошлом видео разбирали Ну, значит, здесь поднята тема всякого мракобесия церковного Лечиться иконами Крестные ходы Грязные церковные обряды Антисанитарные А, а еще попутно вспомнили Старинное такое Вахматое ругательство Иди с Богом Ну, вот приходит бедняк Купцу Типа просит Дай денег Жить не на что С голоду помираю Детишки голодные Ну, а Купец Ну, современный предприниматель бы матом послал А купец говорит Ну, Бог с тобой Иди с Богом Переводится Иди на Ну, и здесь как бы Вот у вас проблемы Карантин Все фигово Да А ответ патриарха Бог с тобой Ты не один Ну, патриарх Ну, ответ Другая ведь Вот-вот И тебя поставили на патриаршую должность Да Не для этого Чтобы ты Заботился о церкви О прихожанах Да О пасты Да А ты самоизолировался Самоизолировался И Бог с тобой Ты не один Поэтому очень четко подмечено И разные Заморочки церковные Связанные с карантином И вот это Древнее ругательство Ну, да Когда Когда Послать по-православному Это называется Типа того Да И главное Всю весну храмы Все были закрыты Ну, вот А тут Бог с тобой Ты не один Да Сиди дома А теперь От бабушки Переходим К батюшке Ну, вот У батюшки Есть еще одна Ектинья Да Номер 4, да? Ектинья Номер 4 Милость Ну, батюшка в своем стиле Как бы И богослужение И церковь Но Свой особенный взгляд Свой особенный взгляд И вроде бы Роскошная схема И перевернутый крест И вдруг Да Вот Как раз Вроде Монашеское облачение Но с перевернутым крестом А церковь Там Настоящая А церковь Нормальная, да Вот Монахи Они совершают Всякие Обряды Именно Бредовые Вот Икону По реке Пускают То есть полным-полно В церкви Есть всяких Ну Довольно странных Бредовых обрядов Да Зачем-то под иконами Пролезать Зачем-то все это Нацеловывать Зачем-то Ну Святыня Святыня Ну Зачем В рот Тянуть Это же Негигиенично Так что Вот Как бы Вот это И показано Что это делают Люди С перевернутыми Крестами Ну да Раз с перевернутым Крестом То монах Неправильный То есть Обряд Иконы Куда-то Засовывать Ну в данной ситуации По воде Пускать Совершает Неправильный Христианский Церковнослужитель Поэтому Как бы тоже Духовная мысль А Так вот В чем смысл В данной ситуации Этих перевернутых Крестиков Дальше здесь У него в клипе Тоже есть Интересный момент Вот Еще тоже Не ну Вот Вот вроде Святой И вдруг С перевернутыми Крестами То есть И на свитке То же самое Перевернутый Крест на Келье Ставит Отшельник В келье Молится По какому-то Тексту Где перевернутый Крест И Когтистая Рука Вылезает Залезает В двери Келья Залезает В двери Келья Ну так Это же Прелесть Это же Искушение Ну да Это классика Жанра Что вот Монах Если он Неправильно Подвязает То он Впадает В бесовское Искушение А неправильно Подвязается Потому что Он Вместо того Чтобы Библию читать Он Читает Всякие Там Поучения Афонских Старцев Так называемые Которые ему Паломники Надавали Про печать Антихриста Про не берите ИН Не берите Паспорта То есть Вот это Творчески Оформлен Как вариант Ну вот тут Еще Жесть Такая Начинается С расчлевинка Святые Друг 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 Ого Кухус И Че Вообще Забрели Ну да А И тут Ковчег Смощает А Да Вот То есть Это В принципе Тут Можно Конечно Это Воспринять И Как С Христиане С Христианами Воюют Тема Средневековья Ну Можно Воспринять То Что Что Не храм То Частица Мощей Вот Есть Ну Святой Да Ну Подвижник Ну Вот Лежит В гробу До Всеобщего Воскресения Страшного Суда Но Зачем Его Крошить На куски Ну Мне Это Не нравится Ну Мощи Хочется Ну Всем Хочется А Мощей Мало Их То есть Вот Тема Частицы Мощей Какая Там Двухсотая Рука Двухсотая Берцовая Кость Яна Крестителя Одиннадцатая Голова Яна Крестителя Вот По Разным Храмам Разбросаны То есть Это Можно Воспринять Как Сатира На Эти Церковные Обряды С Частицами Мощей А Ну Да 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 Верно Так Что Вот Рок Музыкант Он Поднял Вот Эту Тему Сатира На Вот Эту Расчлененку Мощей Что Разносит Куски Трупов По Разным Храмам Ну В Средневековье Да Так Было Сейчас До Сих пор Осталось В Церкви Ну Да На Сам Деле Церковно Общественная Проблема Потому Что Это Очень Многим Не Нравится А Кому То Лишь Б Какой Артефакт Был Таинственный Мистический Вот Батюшка Поднял Эту Тему Я Считаю Это Очень Удачно Так А Давай Что Нибудь Неудачное Вот Бабушка Вот У бабушки Есть Такая Вещь Вроде Идея Отличная Получение Получение Патриарху Какая Это Здоровенная Синяя Бабка Из-за Леса Высовывается И Ангел На Небе Да Ангел Просто Спел Церковное Песнопение А Патриарху Все Говорит Вот Это Бабка То Есть Ну Тема Если Общественно Политическая Про Социальную Несправедливость То Типа Президент Слушай Народ Потому Что Народ Тебя Избрал Но Патриарха Народ Не Избирает Патриарха Избирает Епископы То Есть В РПЦ До сих пор Сословное Общество Да То Епископы Выбирают Себе Первого Из Равных Да Поэтому Какого Фига Вот Эта Бабка Чего Говорит Патриарху Ну Да Особенно Такой Бред Который Она Несет Да Действительно Бред Потому Что Каким Светить Богатством Ты Какому Патриарху Старуха Изергиль Говоришь Патриарху Никону Или Патриарху Адриану Который Вот Подпись Царя И Подпись Патриарха Ну Да И Земель Была У Патриарха Сравнимая С Царскими Землями Ну То есть Когда Церковь Была Крупнейший Феодал Это Да Тогда Действительно Богатство Поэтому И храмы Такие Строились А Сейчас Патриарх Кирилл Это Куча Храмов Которые Не окупаются То есть Это То Что У него Какие-то Там Часы Какая-то Там Машина Это Ну Это Бомж Которому Который Где-нибудь Живет Рядом С коттеджным Поселком И Ему Какой-нибудь Местный Браток Подарил Свой Старый Телефон И Он Вот Ходит С Чего Ты Бабка Не Разбирающаяся Говоришь Патриарху Бабка Ты Типа Не В Теме Поэтому Здесь Как бы Дважды И Слова Песни Они Ну Не Разобрался В Теме Не Разобрался В Проблеме И Персонаж Который Патриарху Говорит Он В общем-то Не Имеет Никакого Невлияния Неправа Патриарху Говорить Бабка Не тебе Учить Патриарха И Что самое Главное А тот Кому Учить Патриарха Он Присутствует Это Ангел То есть Вот Как раз Если бы Ангел Говорил Вот Это Патриарху То есть Вызвал На ковер И Отчитывает Может быть Даже С матюгом То есть Вот Поменять Вот Эту Бабку В Ангела А Вот Эту Девушку Из Ангелов Вот Там Из А Пусть Там Она Говорит Что Вот Там Меня Без Платка В Храм Не Пустили Ну Типа Да Я Вот Богу Пожаловалась Бог Сказал Ангелу Ну Ка Разберись С этим И Ангел Вот Он Как Раз Огненный Взгляд Это Все Присутствует Да Как Бы Идея Хорошая Но Опять же Не Получилось Ну Да То есть Вот У Этой Бабушки Вот Хорошо Тема Общественно Политическая Поднимается Вот Там Стань Скином То есть Вот Когда Про Государство Про Тему Отношений Ну Про Политические Вещи Вот Это Все Правильно У Них Так Дуже Круто Кайфово Получается То есть Вот Это Все Хорошо Претензий Нет Как Был Рок Музыканты Это Как Раз Именно Ваша Стезя Но В церкви Работает По Другому Да В церкви Там Монархия До сих Пор Поэтому Бабка Может Пожаловаться Богу Что В храм Не пустили Блин Карантин В храм Не пустили Свечку Поставить Она Ее Где-нибудь Там У себя На Участке На Могилу Своего Покойного Мужа Поставила Туа бог Вот Посмотрел Бабка Ты Чего Свечу Ставишь Куда На Могилы Какие-то Ой Боженька Меня В храм Не пустили Так Почему Не пустили Карантин Потому что Карантин Который Вот Устроил Патриарх Вот И Так Ну-ка Кирилл На ковер Ко мне Да Какой Карантин Меня Это Не Е Точно И Дальше Вот так Дальше Начинается Что Вот Ты Там Такой Сякой Не Такой Вот Ну Да И Из уст Ангела Любая Отчитыв Любое Отчитывание Патриарха Любое Ругательство Его Адрес Да Потому что Это Это все нормально Потому что все таки Потому что начальник ругает подчиненного А если начальник ругает подчиненного То он И за машину И за часы И за То что Не так сказал Он Патриарха Может Хорошенько Мордой Повозить По столу Потому что Он ангел А Начальство А Патриарх Будет Тихо Сидеть Внимать Ну вот Я думаю Что народ Будет доволен Потому что Патриарх Сейчас много Кто не любит И если Будет раскрыта Тема Что Ангел Патриарха Ругает Это хорошо Да А если Какая-то бабка Ругает Патриарха Никто не заметит То это Как бы Бабка Сиди И молчи Не твоего Собачьего Ума Дела Ругать Патриарха Слышь Псина Куда Ты Идешь Ты Его Не выбирала Ну Ругай Депутатов Ругай Президента Ты Их Выбирала Да Вот еще Надо Надо больше Церквей То есть Здесь Вот Очень хорошо Поднята Общественно-политическая Тема Что Президенты Патриархи Рядом с народом В храме Молятся Все Так Замечательно Все так красиво И чело И якобы От имени Народа Который В церкви Говорится Надо больше Церквей Надо больше Свечей Надо больше Попов Вместо Докторов Надо больше Попов И Собачьим Доктором Мы Подостроим Тысячу Храмов Мы Догнали С Ленин Придет А тут же Параллельно Народ На митинге Против строительства Храма В Екатеринбурге Как раз Показано Общественное Противоречие Народ Против Храма А если Посмотреть То что Показывают По телевизору Что вроде Как Надо больше Церквей Надо больше Свечей И Политики Властители Они С такими Девочками В платочках Рядом Такая Идиллия А народ Того и гляди Всех Порвет И храмы Порушит Как уже Было В начале 20 века А самое Лучшее Что нам Больше Все Подравилось Это Надувная Церковь Кстати Надувная Церковь Она В самом Деле Существует В интернете Есть фотографии Где Воздушный Шар В виде Храма Поднялся В воздух Есть А еще Есть Вроде Такие Повадки Которые Типа Надувные Это тоже Надувные Храмики Поэтому Поэтому В общем-то Тема Имеет И Некое Основание Абсолютно Материальное И банальное Да Но Песня Конечно Не про Это Про Символ Того Что Церковь Она Как Воздушный Шарик Готовит Всегда Лопнуть Ну Сплошные Крыватые Фразы Так мы Ближе К Богу Люди Говорят Да Какая Церковь Да Прямо Персонажи Кстати Очень Хорошо Подобраны Да Вот Звонарь Такой Коренастый Мужичок Золотой Цепью Ну Это Фактически Как Такой Классический Браток Из Тюрьмы Вышел Пришел В Церковь С Чистой Душой Служить Богу Ну Да И Вот Он Показано Колокол Здоровенный Качает 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 Потом Хлобысь И От Колокола Веревка Веревка Превращается В петлю От Виселицы Символика Такая Что ты Все силы Церкви Отдал Ушел В монастырь Или там Работал За бесплатно Храм Строил А как С тебя Все силы Выжили Так Тебя погнали Пинком Под зад Вешайся Ну Да Поэтому Отсюда Виселица Все Вешайся А Человек Которого Вот так Развели Он Озлобляется Ну Да И Тут Показано Вот ему Дается Уже в руки Бейсбольная Бита И он Уже Собирается Лупить Тех Кто его Вот так Развел На Потрудиться Ну Да Поэтому Очень Тоже Такой Сюжет Такое Вот Мудрое Предостережение Что Людей Надо Не разводить И не эксплуатировать А приобретать Для Христа А это Сколько Людей Вот так Пострадало От деятельности Церкви В 90-е годы И в монастыри Сколько Ушло И здоровье Потеряли И семьи Распались Это Если Начнут Разбираться То От РПЦ Пострадало Гораздо Больше Чем От всех Сект Вместе Взятых Сурово Просто Там Где-нибудь У свидетелей Иеговы Там Какой-нибудь Один ребеночек Умер От того Что кровь Ему не перелили Это Все Об этом Говорят А сколько Людей Просто Не лечились Или лечились Иконами Молитвами Ушли В деревню Ушли в монастыри Умерли От неоказания Помощи То Это Никто Не считал Поэтому Вот это Как Веревка От колокола Превращается В Веревку От виселицы Все А та веревка Превращается Потом В бейсбольную Битву Да Это как раз Очень Хорошо Показана Эволюция Пришел К церкви С чистой Совестью Чистой Верой В душе Такой Хороший Церковь Все Отняла Плюнула Растоптала И Стал Боговорцем Печально Очень печально Поэтому Вот Одна сюжетная Линия Господи Помилуй Значит И один Персонаж Ну Дальше Опять же Присутствует Старуха Изергиль В кожаной Куртке Такая Православная Активистка Которая И Кому надо Гитару Подаст Кому надо Бейсбольную Биту Подаст Да И Очень Ну Такая Ушлая Бабулька Да Такая Классическая Церковная Староста Продавщица С вечным Ящиком Классы Ну Поп Там Конечно Присутствует Класска Правда Он почему-то Без бороды Хотя Волосы Роскошные Да Волосы Есть Забыли Городу Прицепить Это Маленькое Маленькое Замечание Тому Кто костюмы Делал Потом Значит Захожанка Это такая Да Захожанка Да Женщина Одетая Не по православному Дресс-коду Подкрашенная Без платка В открытом Платье И от ее Лица Именно идет Повествование То есть Девушка Пришла В храм Тоже И посмотрела Историю Как вот Взлет И падение Надувной Церкви Ну да От из уст Такой обычной Светской Женщины Которая Зашла В храм И все Увидела Ну в общем да Из уст Захожанке Да То есть Вот К захожанке Подходит Вот эта Такая Церковная Бабка Супер Православная Все знающая И перед ней Надувает Здоровенный Такой Пузырь Угу Она В восторге Захожанка Ой Как красиво Да Красиво Но пузырь Потом лопнет Ну да Потом очень эмоционально Когда церковь лопнула Все шок испытывают Полился дождик Из людских кишок То есть Это именно Цинизм По отношению к людям Церкви показан Да В религии К сожалению Людей не ценят И не любят Ну Это да Это как Патриарх Кирилл Поздравил Прихожан С началом Второй мировой войны Рррррррр donation Тоже какой Да А для него Как бы Люди гибнут Это Ну подумаешь Там Бог на небе Узнает своих Позиция церкви Циничная И когда Вот церковь Эта лопнула Все разлетелось Это как раз Предсказание Церковного Раскола Который Сейчас уже идет Большой Коронавирусный Раскол Это и священники отходят от церкви, уменьшается поступление финансов, и священники и епископы начинают за уходящие денежные потоки драться, друг на друга компроматы писать, друг другу не подчиняться. Вот собрался некий такой сайбор православных мирян, высказал желание не привиноваться церковным властям, и в конце вот клипа вот эта церковная бабка, она на остатках лопнувшей церкви какие-то денежки собирает, какие-то вкусняшки, какие-то конфетки подъедает. Поэтому это, в общем-то, пророчество о скорой судьбе РПЦ. Это пророческая песня про РПЦ. Ну, тут даже можно сказать не пророческая, а прогнозирующая. Мы как-то сделали видео на тему, что церковь восстановили в морально устаревшем виде, в том виде, в каком ее в 17-м году отделили от общества и государства. Когда она уже стала из крупнейшего феодала, из государственно образующего предприятия, она превратилась фактически в паразита. И ее вот взяли от государства, от общества, от образования, отстранили. Ну да, было. А в 90-е годы решили, а давайте церковь восстановим. И взяли, вот восстановили надувную церковь. В морально устаревшем виде. То есть, если бы, одно дело, если бы возрождать религиозную жизнь, используя мировой опыт, тогда это одно. А сейчас же, что есть, у нас восстановили некую надувную церковь, надули в силу своих амбиций, своих фантазий. И она, естественно, лопнет. Потому что она заведомо не жизнеспособная. Лопнув перед утрой радушный пузырь, по небу ошметки полетели в шею. Ну, это были те наиболее интересные творческие идеи. Как удачные, так и неудачные. Ну, я думаю, что таких творческих идей интересных намного больше. Зрителей просим писать еще какие интересные творческие идеи вы видели на тему церковь и общества в рок-музыке. Будем дико благодарны. Да, и надеемся, что будет еще один такой вот обзор. Потому что и так видео получилось длинное. Да. Ну и на этом все. До свидания. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Au revoir. Продолжение следует...